Утро Карачаева-Черкесия приветствует вас. Если сегодня идут теплые дожди, то это к урожаю. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. Близится к завершению учебный год. И значит, совсем скоро перед выпускниками встанет вопрос, какую профессию и вуз выбрать. Чтобы легче и быстрее определиться, в штабе общественной поддержки Карачаева-Черкесии проходят встречи и приглашают на беседу с ребятами представителей высших учебных заведений Республики. Школьникам напомнили, что в минувшем году Миноборнауки России существенно изменила правила приема в высшие учебные заведения. Партия «Единая Россия» запустила проект «Приемная кампания-2024», чтобы помочь старшеклассникам. В течение трех дней ведущие вузы Республики будут презентовать на площадке штаба свои учебные программы. Подробно расскажут, каким специальностям они смогут обучить. В первый день на встречу школьников с представителем КЧГУ имени Умара Алиева пришел председатель Народного собрания, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Иванов. Он подчеркнул, что несмотря на веяние времени, получить высшее образование очень важно. Так же, как и продолжать учиться, повышать квалификацию всегда, когда есть такая возможность. То, что сегодня мы делаем, это мы делаем для того, чтобы помочь вам и оформить документы, и выбрать направление, и в будущем, чтобы вы могли, самое главное, принести пользу нашей республики своим близким. Конечно же, очень хочется, чтобы все, кто отучился в других городах, возвращались на родину и делали нашу республику лучше. Но те, кто учатся здесь, я думаю, что это та категория молодежи, которая связывает свою жизнь с Карачаев-Черкесией. Уже этим летом на всесезонном курорте Архыс планируют открыть новую канатную дорогу «Орбита» и парк приключений на высоте 3030 метров. С высокогорными качелями так в летнем сезоне будут работать веревочный парк фермы с альпаками, организуют полеты на воздушном шаре, командные игры, картинг и конные прогулки. Для любителей экстремального вида отдыха летом будет работать прокат электровелосипедов и электромотоциклов, квадроциклов и вездеходов. Также для гостей курорта будет доступен байк-парк, который на сегодняшний день является вторым по размеру в России. И об открытии футбольного сезона. 27 апреля в 18 часов в Черкесске на стадионе «Нарт» состоится первая домашняя игра между командами Севастополя и «Нарта». Организаторы приглашают всех любителей футбола на матч. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести Северный Кавказ». Удачной всем пятницы, приятных праздничных выходных и до встречи в эфире. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 10-15. В горах до плюс 10. Днем 26-31 градусов тепла и местами до плюс 24. Высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14. Температура ночью 12-14. Днем 28-30 градусов тепла и высокая пожароопасность.